Добро пожаловать на мой новый канал. Перед вами довольно простая задача на избавление от рациональности знаменателя, с которой, я уверен, каждый из вас справится, если не запутается в выкладках. На самом деле, задачу можно решить, не произведя действий с радикалами. Предлагаю подумать о том, как это можно сделать. Как говорил крыло, в которое Иван Андреевич, ланчик просто открывается, если заменить корень кубический из двух буквой А. Тогда А в квадрате это корень кубический из четырёх. А А в кубе, вы не поверите, это просто два. Причём все три величины присутствуют в знаменателе. Так запишем знаменатель согласно новой модели, как А плюс А в квадрате плюс А в кубе. Выносим общий множитель А за скобки, после чего достаточно лишь мимолетного взгляда на выражение в скобках, дабы понять, что здесь не обойтись без формулы разности кубов, которая, как я надеюсь, по-прежнему входит в курс школьной программы. При В равном единице второй со множитель превращается в то, что нам нужно. И для полного счастья остаётся лишь умножить числитель из знаменательной дроби на первый со множитель А минус один. В знаменателе появилась желанная разность кубов, значение которой не просто рациональное, а даже целое число, поскольку А в кубе целое число. Однако присутствует и рациональный множитель А. Есть соображение, что делать. Лес рук. Если все, кто знает, что здесь делать, поставят лайк, Канабу будет чувствоваться очень даже неплохо. Итак, умножаем числитель или знаменатель на А в квадрате, в результате чего знаменатель содержит только А в третьей степени, что рационализирует его в прямом и переносном смысле. Заменяем степень А числовыми значениями, и после вычисления знаменателя записываем ответ, в котором кто-то предпочитает разделить подчиненный числитель на знаменатель, а можно и так? Нет, так нельзя, ведь знаменатель должен быть рациональным. Уберу, пока никто не заметил, и скажу, все.